приветствую всех дорогие отцы матушки братья сестры сегодня мы с вами дошли уже до пятнадцатого поучения преподобного ава дорофея но оно небольшое и поэтому скорее всего захватим еще и 16 итак пятнадцатое получение ава дорофея посвящает о святой четыридесятнице конечно сейчас можно сказать что не всем актуально до великого поста еще довольно много времени но так как у нас видимо с авой дорофеи разнятся даты преподавания вот у нас осенью мы все-таки скажем о святой четыридесятнице и так в законе написано что бог повелелся нам израилем каждый год давать десятину из того что они приобретали и делая так они имели благословение во всех делах своих зная сие святые апостолы установили и передали на помощь нам и как богодеяние душам нашим еще нечто большее и высочайшее чтобы мы отделяли десятину от самых дней жизни нашей и посвящали ее богу дабы мы таким образом получили благословение на все дела наш и ежегодно очищали грехи соделанные нами в течение целого года значит а вот дорофей приводит такую арифметику всего у нас 35 дней в году и тогда это было известно такая продолжительность года и вот десятая часть это 36 половиной дней семь недель это получается без воскресных если взять то это 35 дней потому что в субботу воскресенье мы знаем что пост частично разрешается то есть возможно масло вкушение а также заметно это на самом богослужении постные отлагаются песнопения и каждая неделя посвящена прославление святого или или события определенного вот значит 35 дней строгого поста и один день еще мы знаем великую субботу постимся строго и пока мы начинаем богослужение служим можно сказать что полдня еще проходит и так тогда уже разговление и таким образом тридцать шесть с половиной дней бог дал сие святые дни для того чтобы если мы кто постарается со вниманием и смиренно мудрием позаботиться о себе и покаяться в грехах своих он очистился от грехов которые сделал продолжение всего года тогда душа его освобождается от тяготы и таким образом он очищенным достигнет святого дня воскресенья конечно же то что так говорится о четыридесятнице не подразумевает что в другие дни не надо приносить покаяние что надо каяться всего лишь один раз в год разумеется люди всегда жили покаяние но как и пишется в песнопениях в канонах 40 здесь сугубое покаяние особое с отложением многих попечений соединенные строгим телесным густом таковой в радости и веселье духовном при помощи божией будет праздновать всю святую пятидесятницу ибо пятидесятница как говорят отцы есть покой и воскресение души сие означается тем что мы во всю святую пятидесятницу не преклоняем колен то есть особое празднование когда человек хорошо покаялся хорошо попастился то и пасху а также весь период пятидесятницы проводят веселье и поэтому земные поконы отменяются и так каждый желающий все дни очиститься от грехов сделанных в течение целого года прежде всего надо удерживаться от множества яств ибо безмерие пищи как говорят отцы рождают для человека всякое зло потом он должен также остерегаться чтобы не нарушать поста без великой нужды чтобы не искать вкусной пищи и чтобы не отягощать себя множеством пищи или питья и здесь авадорофей говорит что два вида есть такого два вида греха связано с чревом два вида чрево угодья первый когда человек ищет приятности пищи и и не всегда хочет есть много но желать вкусного и случается что таковой когда вкушать яство которое ему нравится до того побеждается их приятным вкусом что удерживает снять во рту долго жует ее и по причине приятного вкуса не решается проглотить это называется лимаргия гортонобесия но всем знакомо да когда люди хорошее вино допустим пьют и начинают смаковать или особо гурманы вот что особо хочется пищи очень и очень вкусной такой с пряностями различными с приправами и но уборит много едение он не желает хороших нет и не заботится вкусе их но хорошие или нет он хочет только есть много это гастримаргия то есть чрево беси вот и дальше он рассказывает как эти переводятся что что какое имеет значение вот этим грехи чрево беси и гортонобеси помнится знаете передача что где когда и вопрос так звучит по-моему даже там черный ящик был принесли горшочек и перо павлина для чего это вот использовалось на перах в древней древнем риме вот оказывается значит когда человек наедался перы длились очень долго по 40 дней вот когда человек наедался уже не мог много скушать то вызывал рвоту этим пером значит служители уносили с этого горшочка все он так опустился опустошал свой желудок и потом опять ног ног мог кушать вот это крайняя такая степень конечно чрево беси но это виновата в этом бесы потому что они так разжигают человека сами бесы кушать не могут и вот человека через человека удовлетворять свои страсти есть по потребности и есть для усложнения вкуса дело одинаковое а грех заключается в намерении есть по потребности значит когда-нибудь определить себе сколько принимать пищи в день ну то есть совершенно понятно что есть действие внешне может быть одинаково человек кушает но если он по потребности кушать это его обычно естественное желание потребность вот так а бывает что для усложнения это уже является грехом грех заключается в намерении однако и то немногое употребляемое кем-либо в пищу должно принимать молитву и осуждать себя в помощи своем как недостойного никакой пищи и утешения мы это уже несколько раз встречаем как авдрофей говорит богоугодное молчание когда человек не молчит ради тщеславия чтобы похвалиться потом или над кем-то превознестись а молчит поскольку не считает себя достойным беседе говорить и также поститься потому что не считает себя достойным кушать пищу мы помним когда начинается богослужение великого поста то воспеваются правила как можно проститься чтобы братья не только пост совершим удаление от язв но и вот много глагола не от осуждения то есть воздержание от всех от всех грехов я водорофей также говорит но мы не в пище только должны соблюдать меру но удерживаться от всякого другого греха чтобы постимся как посим с чревом поститься нам и языком удерживать от клеветы от лжи от празднословия и уничижения от гнева и одним словом от всякого греха совершаем его языком также должно поститься и глазами то есть не смотреть на суетные вещи не давать глазам свободы ни на кого не смотреть бесстыдно и без страха также и руки и ноги должно удерживать от всякого зла постясь таким образом как говорит василий великий постом благоприятным удаляясь от всякого греха совершаем его всеми нашими чувствами мы достигнем святого дня воскресенье соделываясь новыми и чистыми дальше а водорофей говорит о празднике в хождение вход господня в иерусалим и говорит почему господь воссел на жеребят а для того чтобы душу нашу подобившуюся как говорит пророк скотам без словесных и яко слово божие обратить и покорить своему божеству в словах старца поэси он как-то говорил может быть на этот праздник на вход господь в иерусалим или может просто хотел бы я быть тем осленком на которого сел господь так интересно выразился то есть стать богоносным что означает что его встретать с пальмовыми и масляничными ветвями но говори что пальмы пальмовые ветви это как победителя встречают а масляничные это если хотят попросить милости у господина то встречает масляничными ветвями вот раскрывает символику праздника ну то есть вот уже это поучение за закончено и начнем получение 16 сейчас итог зачитаем мы встречаем владыку нашего христа с пальмовыми ветвями как победителя ибо он победил нашего врага а с ветвями масляничными просят него милости умоляя чтобы он как он победил за нас так и мы победили через него до явимся настоящими знаменем победы не только ради той победы которую он одержал за нас но и ради той которую мы одержали через него молитвами всех святых ибо ему подобает всякая слава честь и поклонение во веки веков то есть а водорофея тут разделяет конечно мы говорим что христос пострадал за всех людей это он дал нам потенциальную возможность спасения потому что до страдания и воскресения христа даже не было потенциала у нас мы не могли в принципе спастись но господь принес себя в жертву пострадал за всех людей у нас теперь есть потенциальная возможность войти в рай но мы теперь просим бога как принося уже маслячные ветви чтобы он нам лично помог усвоить нам плоды спасительной жертвы голгофская чтобы мы сами были включены число победивших и спасенных и теперь мы переходим по учению шестнадцатому к некоторым келеотом вопросившим преподобного аву дорофея о посещении братьев ну то есть келях жили отшельники друг от друга на определенном расстоянии и задавали вопрос надо ли покидать свою келью и ходить в гости более мудрым людям надо ли посещать и для чего если нужно с какой цель вообще надо понимать что мы с вами существа целеустремленные мы созданы богом бог как благо сотворил нас и как любовь привлекает нас к себе и у нас цель бог цель бога уподобление бога общения поэтому все наши дела мы должны делать с этой целью вот я слышал один говорит богослов процесс усложнения он не имеет цели это процесс сам является целью сама цель усложнения приятное времяпрепровождение и поэтому человек находясь в усложнении он деградирует он никуда не двигается он застревает вот этом желание все время оставаться в таком состоянии то есть это касается и алкогольного состояния наркотического состояния вот и всякие других усложнений человек от этого деградирует а мы с вами должны стремиться к цели отцы говорят что в духовной жизни пребывать в келье есть половина и посещать старцев также половину а именно когда человек прибывает в келье он молится получается священном писании занимается немного рукоделием и по силе своей печется о помыслах своих вот представляете как раньше жили монахи вот в один монастырь пишется принимали людей только когда они уже наизусть знали новый завет и псалтирь наизусть а от таких способных людей требовалось и знания всей библии всего ветхого завета и наизусть вот мы часто думаем что мы наверное умнее тех древних людей которые жили полторы тысячи лет назад где-то в пустынях вот а на самом деле представляете как они какой имели чистый ум знать всю библию наизусть а вот потому что в келье пребывали и изучали писание размышляли над каждым словом священного писания потому что если хорошо читаться и если получить от бога вразумление то можно понять как говорят святые что вся псалтирь написано о христе и она же еще написано оба иисусова молитве о духовной жизни вся псалтирь и она псалтирь имеет великую тайну говорят даже в будущем веке не все будет раскрыто из того что содержит себе псалтирь вот и также ветхий завет все ветхозаветные события они уже воспринимаются святыми как пророчества предуказания на события духовной жизни человека и так когда же идет куда-нибудь он замечает за собою и рассматривает свое устроение получает ли он пользу от встречи с братьями или нет и может без ли без вреда возвратиться свою келью или видя что он в чем-либо потерпел вред то познает из его свою немощь видя что еще ничего не приобрел от безмолвия и смирившись возвращается свою келью каясь плача и молясь бог о немощи своей и таким образом снова прибывает в келье и внимает себе то есть выход из келья если в келье человек возвышается умом то выход из келья его смиряет он видит где он находится потому что конечно если совсем уединился ни с кем не советуется только на себя рассчитывает то адекватно оценивать свое состояние он не может надо обязательно с кем-то общаться из более опытных людей чтобы ему подсказали вот или если через среди простых людей вращается и видишь что у него возникают помысл где-то осуждение где-то превозношение где-то обиду он не потерпел и таким образом он опять смиряется но для этого надо само себя во всем обвинять то есть смиренно само коренье принимать все случающееся тогда будет польза от того что а то же можно из кельи вышел и только превозносятся вот я подвижник остальные не умеют увидел где-то грех и осуждаешь раз над кем-то превознесся вот это уже вред больше а надо как раз вот замечать за собой что еще далеко от хорошего состояния находимся потом опять идет к людям после того как в келе сделал выводы вот раскаялся во всем идет к людям наблюдать за собою побеждается ли он чем-либо чем попытался прежде то есть если какой-то прогресс и так снова возвращается в келью свое дело это опять то же самое плачет кается и молит бога о своей немощи ибо келья высит а люди искушают то есть испытывают посему хорошо сказали отцы что пребывать в келье есть половина а посещать старцев другая половина так и вы братья когда ходите друг другу должны знать для чего вы выходите из кельи ходить куда-либо не рассудно без цели эти без цели нельзя ничего делать ибо кто без цели предпринимает путь вот по словам отцов напрасно будет трудиться ну то есть нельзя выходить просто бесцельно просто чтобы рассеется расслабиться должна быть благочестивая цель теперь какую же цель должны иметь посещать друг друга во первых мы должны посещать друг друга по любви ибо сказано видел брата твоего ты видел господа бога твоего ну то есть есть же заповедь любить господа и любить ближнего поэтому и нужно это исходить из цели для из кельи с этой целью полюбить посещать ближе во вторых для того чтобы услышать слово божие потому что во множестве братьев всегда больше поведается слово божие ибо часто чего не знает один знать другой и первый спрашивая его также узнает это наконец для того чтобы узнать как я сказал прежде свое душевное состояние вот три цели с которые можно выходить из кельи например вот он приводит теперь уже по этим целям примеры если кто идет как иногда случается вкушать пищу с другими то он должен замечать за собой смотреть как скоро будет предложена хорошая пища которая ему нравится может ли он удержаться и не взять от нее старается ли он также не обидеть брата своего не взять больше его или когда предложено будет чего-нибудь разрезан на части то не старается ли он взять большую часть а другому оставить меньшую вы знаете вот за собой можно всегда наблюдать тоже смотреть даже дома садитесь кушать вот и есть что-то допустим но сейчас не сезон а так вот бывает черешня и вот если вам поставят ну может половину скушать и вот посмотрите куда рука тянется вот за такое хиленькое и не очень спелое либо за самое сочное спелое вот зная что еще другому человеку надо оставить вот старец поисий об этом говорит надо себя поиспытывать какое у нас настроение ну я по себе помню что если я задумал уже что надо правильно сделать то получается а если на автомате так просто кушаешь то все время тянется к большим это испелым значит что-то не то значит надо работать с собой уже для того чтобы и вот эти добрые дела и вот эта скромность она была уже не по принуждению а совершенно свободно и даже здесь авадорофей приводит говорит еще хуже может быть не только из двух кусков больше взял а взял меньше и положил брату угощайся это оставил себе ну это вообще наглость вот да и говорит ну и какая польза ну вот если сравнить на самом деле если мы два тортика возьмем большой кусок и маленький если сравнить разницу между ними то там совсем немного а тем не менее вот у нас настолько испорченность такая что нам хочется побольше можно вспомнить анекдот такой когда мама дает что-то по-моему два кусочка чего-то одному из сыновей и говорит поделись с братиком по-братски он это как это ну большую половину надо дать брату вот мы тогда отдаем две и как поделись со мной по-братски пожалуйста когда он понял как надо но знаете с одной стороны конечно вроде теории но реально так и бывает так и бывает и как раз это нам за собой надо замечать что потом было покаяться поисповедоваться дальше он должен замечать может ли воду держаться в многих снеге и находя их не предаваться многое денег как это иногда случается дальше еще вот эти уже такие грехи больше относящиеся не к чреву а к внутреннему человеку удерживается ли вот от дерзости от дерзости и не огорчается ли когда видит что другого брата предпочитают ему и более его успокаивают то есть кого-то похвалили как наше сердце к этому относится или наградили кого-то если видишь что кто-нибудь слишком свободно обращается с другими или много говорит или делает что-либо неприличное то не замечает ли он за ним и не осуждает ли его или он не заботится о своем и не обращает на это внимание или он не заботится о чем и не обращает на это внимание но более смотрит на благовины и усердных то есть если мы видим что кто-то себя нагловато ведет и надо за собой посмотреть если мы осуждаем этого человека это плохо уже нужно за него помолиться поскорбить а у благоговейных надо брать все для себя вот приводится в пример Ава Антони Ава Антони когда приходил к нему кто-нибудь то замечал только то что имел каждый хорошего заинствовал заинствовал сие от него и усваивал себе от одного заинствовал кротость от другого смирение от иного безмолвие и таким образом совмещал в себе добродетель каждого из них как-то помню мы с братьями беседовали в монастыре ну что у нас особо подвижников там нету как-то вот вот ну я как-то сказал мне кажется правильно говорю знаете у нас есть наверное добродетели но они как-то раскиданы между нами говорю если за всех самое хорошее собрать вот то один и потом не получится наверное так должны поступать и мы для сего посещать других а когда возвращаемся в кельи наши должны испытывать себя и узнавать от чего мы получили пользу или от чего вред и за то в чем мы были сохранены что надо делать благодарить Бога сохранившего нас то есть не хвалиться опять же а Бога благодарить а в чем согрешили пока и все будем плакать и рыдать о устроении души нашей ибо каждый получает вред или пользу от своего настроения от своего устроения вот и дальше Авадорофей приводит пример такой положим что кому-нибудь случилось стоять ночью на некотором месте не обязательно говорит это монах ну просто кто-то из городских жителей и вот мимо него идут три человека один думает о нем что он ждет кого-нибудь чтобы пойти и садилась блуд другой думает что он вор то есть ждет видимо что кто-то отлучится отойдет и какое-то воросток совершит а третий думает что он позвал из ближнего дома некоего друга своего и дожидается чтобы вместе с ним пойти куда-нибудь в церковь помолиться вот ситуация говорит одна и та же трое видели человека он человек сам один и тот же однако не составили о нем сии трое одного и того же помысла но один подумал одно другое другое третье еще иное и очевидно что каждый сообразен со своим душевым состоянием ибо как тела ну дальше он приводит что есть тела черно-желчные и худосочные вот ну то есть само по себе тело если здоровое то оно и даже не очень здоровую пищу переваривает и укрепляется а есть тела какие-то не очень здоровые то даже здоровая пища бывает приобретает вред представьте себе сосуд с медом если кто-нибудь вольет него немного полыни то не испортит ли это малость всего меда в сосуде и не сделает ли всего меда горьким так поступаем и мы примешиваем немного собственно нашей горечи и уничтожаем доброе ближненько смотря на оное сообразно с нашим душевым состоянием и извращая оное по нашему собственному слонравию ну есть такая поговорка каждый воспринимает в меру своей испорченности и действительно человек при составлении мнения о ком-то зачастую смотрит через призму своих пороков вот то есть наше внутреннее устроение определяющее в соединении с тем что объективно есть реальность а мы как субъективно как воспринимаем вот сравнивается вепр кто-нибудь знает кто такой вепр отец кто это вепр меня не успеют так быстро в поисковике найти атаку кабан сказал кабан дикий дикий кабан отец не надо не все поисковики искать надо конечно стараться ну вепр это не просто дикий кабан это огромный кабан секач который опасный но что интересно тут он в хорошем смысле приводится вепр имеет тело весьма добросочное а пищу его составляет шелуха финиковые кости желуди тина однако как тело его добросочно то и оно такую пищу превращает в хорошие соки так и мы если имеем добрый нрав и находимся в хорошем душевном устроении то можем как я сказал прежде от каждой вещи получить пользу хотя бы вещь сия и не совсем была полезна хорошо говорит премудрый видя и право помилован будет и в другом месте вся противно суть мужеве безумно и дальше он приводит пример одного брата хороший такой пример слышал я о некоем брате что когда он приходил кому-либо из братья и видел келью его невыметенную и неприбранную то говорил себе блажен сей брат что отложил заботу обо всем или даже обо всем земном и так весь свой ум устремил устремил горе то есть ввысь что не находит времени и келью свою привести в порядок так же если он приходил к другому и видел келью его убранную выметенную и чистую то опять говорил себе как чиста душа сего брата так и келья его чиста и состояние келья согласно с состоянием души его и никогда он не говорил ни о ком сей брат не родив или сей тщеславен но по своему доброму устроению получал пользу от каждого благий бог да подаст нам достигнуть благого состояния душевного чтобы и мы могли получать позже от каждого и никогда не замечать пороков ближнего если же мы по собственной нашей греховности и замечаем или предполагаем их то тотчас обратим помощь в наши добрые мысли ибо если человек не будет замечать пороков ближнего то с помощью Божьей рождается в нем благость которую благоугождается Бог ибо ему подобает всякая слава честь и поклонение во веки аминь тут хочется вспомнить из учения старца Паисия Афонского он говорит что надо плохие помыслы притворять помыслы добрые наверное читали у него в книгах он говорит ну пришел помысл осуждения кого-то надо этого человека оправдать в уме своем и действительно всегда если постараться можно найти оправдание любому поступку человеком вот ну это имеется ввиду конечно не наши подчиненные за которые мы отвечаем и должны делать замечания а люди внешние смежники старшие нас люди если где-то что-то мы увидели случилось то надо стараться оправдать этого человека и не не осуждать его помолиться за него еще ну так на сегодня все отец алисей понятно было как с вепрем нас сравнили или там не всем понятно что я думаю понятно хорошего какой пример он для нас ну владыка та пища которая он употребляет кабан да ну понятно что он роет землю и ты желти как говорите труха и так далее собирает и коренья же он роет он вообще и другое может съесть попадется ему а вот при плохой еде как бы вот то что он получает такие соки жизненно важные то есть силу мощь мощный организм который вроде негодную пищу превращает в хорошие соки да от этого можно ну еще старец Паисий приводил в пример землю посмотрите на нашу землю что мы в нее бросаем что мусор всякий плюем на нее смотрите что она нам дает ну то есть плоды так и благочестивый человек тоже должен невзирая на то что получает извне вот может быть и оскорбления какие-то все а взамен давать только хорошее только радовать людей вот ну благодарю за слушание все тихо очень слушали потому что выключили поэтому тихо за лекцию тихо